Наш капитан Андрей, мы хотим представить наше решение в рамках Caton и Urban Tech Challenge. Наше решение называется Logistic X. Перед названием мы хотели сделать реверанс в сторону нашего кумира Илона Маска, Apple Space X. И в общем, мы хотим сказать, что когда компания Пик будет расстраивать колонии на Марсе, это не только название, мы хотели подчеркнуть, а одной из задач нашего решения было сбор статистических данных сложных, которые бы могли по точности и по сложности превзойти все API современных карт. И таким образом мы можем предоставлять более точную расчетную базу для логистики. Соответственно, для компании Пик экономический профит от этого такой, что они могут расширить свои горизонты. И понятно, что Марс пока еще в отдаленной перспективе, а вот построить там нефтепровод в удаленных районах Сибири, это в принципе можно. А если компания Пик этого не хочет, то они могут наше решение за большие деньги продать тем, кто бы мог заняться. Потому что это будет бездорожье, вряд ли что какая-то будет информация, там, много карт, а мы будем об этом бездорожье знать практически все, основе собственной экспертизы, тех данных, которые мы соберем. Значит, ну, пример на самом деле, это помимо того, что мы, естественно, оптимизируем логистику для всех проектов, которые ФИК имеет на данный момент. Значит, ну, как бы, мы сначала даже не хотели подключать, допустим, какие-то API карты для этого проекта, но потом все-таки, да, мы переговорили, решили, что действительно наше решение будет 3-4 месяца учиться, пока она будет учиться, это будет не очень эффективно. И мы поняли, как это синтегрировать так, чтобы это было максимально эффективно. То есть мы подключили к Google API, и мы оперативные данные, конечно, у них берем. Если эти оперативные данные, допустим, наша система говорит, что дороги, допустим, свободные, и их данные говорят, что нет на пробку, мы им верим, потому что это были данные. А если они говорят, что там все нормально, а мы знаем, что нет, там, допустим, 5 КАМАЗов прошло, навозили, и 6 КАМАЗов, как бы, встанет, то мы это знаем, и как бы, мы тогда верим себе. Вот. Ну, допустим, другой кейс, к примеру, если машина выезжает с стройплощадки, то, как правило, бывают случаи, когда, ну, допустим, ну, стройплощадки все грязные, а, соответственно, дороги не всегда, то есть они могут быть сухие, и тогда машину моют, это занимает минут 10. Это может происходить вообще вне стройплощадки, то есть она уже за ворота выехала, и по всем гео-данам она будет уже ехать. То есть эти 10 минут, как бы, тоже мы будем учитывать, Google об этом никогда не узнает. Соответственно, таких 10 минут тут, 10 минут там, 10 ДПС, если еще что-то, соответственно, мы накопим такой вот эксперт, который сможет более точно это рассчитывать. На этой базе мы уже можем строить интересные решения в дальнейшем. Ну, вот одно из тех решений, которые, конечно, очень было бы круто сделать, и которые мы уже сейчас видим, как это можно решить, это, 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 так, здесь это написано, это, как бы, выработка нормативов. То есть по этим данным можно понять, в принципе, как сделать нормативы в логистике, которых, может быть, сейчас вообще и нету. Вот, или они есть, но, как бы, их недостаточно. Мы можем уже на основе этих данных продумать очень много интересных решений, которые, ну, сейчас логисты даже не смогут к этому, наверное, подступить. То есть им даже не очень важно, как к этому подойти, вопросу. А на основе этой системы это уже можно будет сделать, эти данные все там точно представлены, удобно, и сразу будет креатив логистов, что тут можно сделать. А какие нормативы будут? Ну, допустим, сколько это будет, в зависимости от каких-то временных факторов, в зависимости от типа транспорта, в зависимости от каких-то позиций, что он везет, сколько там окружается, сколько загружается, сколько он стоит, сколько ему можно там позволить стоять, сколько ему можно не позволить стоять, и так далее, какие у него там могут быть еще факторы. То есть вот вся нормативная, в общем-то, такая, ну, систематизация вот этих всех процессов, да, мы можем уже на основе статистики это рассчитать. И, по крайней мере, сейчас это может быть происходит достаточно, ну, как сказать, ну, как получше, приехал, приехал, в очереди стоит, ну, стоял, сколько стоял, сколько было, сколько стоял. То есть, может быть, нам удастся предложить решение, которое просто вот активизирует, и будут какие-то стандарты. На основе этого можно будет уже планировать логически вообще на огромном уровне немножечко, да, то есть уже готовое решение для, ну, какой-то логики такой, да, то есть будет уже осмысленное понимание, что вообще, в принципе, будет происходить, вот, даже это будет предсказать. Так, ну, естественно, да, мы решаем просто коммуникации между водителем и логистом, да, через систему, то есть сбор всех данных в нашей системе и, конечно, вот, все... Это сами личные кабинеты. Нет, это просто презентация. Да, это технологический стек, там, у тебя, PHP. Нет, подожди, а почему это? Это накладка. Ну, хорошо, нет, смотрите, значит, у нас речь идет о том, что есть центр управления, там есть таблица, и, собственно, в этой таблице вот сводится информация уже по всем маршруту. И, соответственно, там уже показываются задержки, там, естественно, ну, все нормально, там все нормально. Если там пошла какая-то задержка, показывается красным уже актуальное время и какая-то задержка. Технологический стек у нас следующий. Алгоритм писался специально для вас на PHP, то есть он расширяемый. Также использовался JS, Woodstrap, MD Woodstrap и Amazon AWS. Да, да, для всех там решений хостинга. И все это уже хостится на сервере. Вот, мы также делали уже дизайн и даже локатив. То есть у меня второе образование в области искусства, поэтому я обращаю внимание на все, что касается визуальной репрезентации. Что-то хорошо было сделано, может, экспансивно там и так далее. Нет, я просто хотел про именно функционал центра управления сказать, что мы сделали, да. О том, что, соответственно, там эта таблица уже готова, она функционирует. Мы добавили туда уже и Google карты, и нет экспертизы, которую мы выяснили в ходе кларификации. Вот вчера, в частности, например, там типа локтеров там, да, или стандартных. Оу, ну он так и сложный. Так я его, естественно, не помню. Так, соответственно, и на основе этих, как бы, данных мы уже дальше можем делать этот алгоритм. Значит, алгоритм, его функционал, он строится на том, основная его функция, это то, что мы полностью отказались от оперирования данными по километражу, и все это переводим в функцию времени. То есть здесь оперируем где-то только времени. Соответственно, ну, как бы, это дает, собственно, нам вот всю гибкость, которую мы можем получить. То есть нам вообще не важно, что это, например, 70 километров, нам важно, что мы можем в 9 утра проехать 70 километров за час. Соответственно, там, в 6 вечера мы будем пилить часаческий километраж. Вот, собственно, мы этими данными оперируем. Что касается данных Google, то они подгружаются синхронно, потому что нет смысла каждый раз обращаться в Google и выяснять это время, потому что нам это время критически важно. Мы все расчеты начинаем, ну, говорит, начинать с него. То есть если он увидел временной маршрут, именно по времени, да, ему оно нравится. Все, он по нему подбирает, что он может отвезти, где машина, где комплект. То есть если это, соответственно, он, ну, то есть очень много обращений к этим данным, поэтому нет смысла постоянно дергать API. Вот, мы по этим объектам можем, по этим объектам, как бы, вот, в эту матрицу загружать все в том. Я тоже рассказываю. Да, там все можно покликать и там поводить. Вот, как бы, мы делали данные PHP. Я объясню просто почему. Это как раз прототипный стек мой. Я все прототипы купил на нем, в основном, потому что, ну, вот нам было удобно, да, у нас, как бы, еще было два программиста, поэтому мы все, как бы, технология безнамена очень простая, и ее можно, ну, легко вот реализовать в рамках именно этой задачи. И вот Amazon, AWS, то есть что-то, что-то может сделать, мы все это уже сделали. Соответственно, когда вы, например, предложили, что нужен, допустим, тип кузова, да, и нужны совместимые какие-то заводы, которые могут загружать именно этот параметр, я это смог добавить буквально за 15 минут, то есть эта ситуация была резон очень быстро. То есть если брать вот сложную, более такую комплексную интерпрайзовую систему, там, конечно, хотелось бы программировать на Java, но, вот, но, как бы, ну, это очень многословно было бы, то есть мы бы не успели и не уложились, а у нас был прекрасный тайминг, то есть все, что мы планировали, мы сделали полностью, вот. Соответственно, даже вот у нас было время еще вам, в общем-то, показать, какой даже GoReview сделал вчера, и потом то, что вот мы еще узнали, мы, возможно, тоже реализовали, особенно, как оказалось, ну, интеграция с Google App. Так, что у нас еще тут? А, твоя часть, Гусь. Смотрите, самый ключевой момент, когда мы пытались решить задачу, мы взяли одну, это увеличение итерации автомобиля, мы столкнулись с тем, что для решения этой задачи необходимо убрать очень много решающих факторов, и один из ключевых, и самых малоконтролируемых, это, как озвучивали вы, это взаимодействие с водителем и его полный контроль. Соответственно, мы предполагаем, что у водителя будет установлено приложение, по которому он будет полностью проходить весь маршрут, это все статусы этого водителя будут передаваться в режиме онлайн-водисту, если вдруг что-то пошло не так, то информация будет поступать сразу в личный кабинет, но не просто в качестве уведомления, потому что водист просто может не сидеть за компьютером, а сразу будет поступать в алгоритм, и алгоритм будет уже принимать решение вводить новый, допустим, маршрут, или уведомить об этом логисту в рекомендательный ход. Представляет оно из себя очень-очень простое приложение, то есть это задание принять-отказаться, если вдруг отказывается водитель, что-то идет не так, то мы ему предлагаем обязательно перечень причин, это позволит потом собрать полную детальную статистику, и на основе этой статистики вы сможете даже видеть некоторые места, которых мы просто не подозревали, например, что может хорошо сказаться на именно итерации своих автомобилей. Здесь у нас идет вся информация о погрузке, допустим, начата предположительное время погрузки, если вдруг водитель задержался даже хотя бы на одну минуту, то с него обязательно потребуется отчет, по какой причине это произошло. Как мы видим, сотрудничество, это, конечно, без вашей экспертной оценки, без работы непосредственно с командой PIG неразможно реализовать это положение, так как слишком много деталей, слишком много нюансов в этой работе. Да, тут нужна очень сильная экспертиза, и это не решение для малого и среднего бизнеса. То есть есть несколько компаний, которым это реально будет нужно, и которым это прям круто поможет. А может быть, это потом можно как-то расширить на какие-то другие формы бизнеса, поменьше, но я пока не вижу каких-то бизнес-процессов, которые на них могут быть настолько круто реализованы, то есть они не строят малоэтажное строительство, или дальше не пасет, даже если они будут, то это вряд ли будет настолько, ну, по крайней мере, пока это не так, что это. Наша стратегия развития следующая. Сейчас, конечно, необходимо доработать алгоритм, потому что там реализовывают базовый функционал, и он легко масштабирован и расширяем. Далее мы думаем, что необходимо разработать, запустить нативное мобильное приложение, сейчас оно сделано в качестве прототипа Serverless Application. Мы поняли, что для вас эта история совсем подходит. Да, это технология мне не нужна, но это просто, опять же, прототипирование. То есть, собственно, технология, она для этого и разрабатывается. Amazon, она очень удобна, когда приложение не требует никаких расчетов, то есть просто обмен базой данных, то есть можно вот FaaS, то есть FaaS, да, Function of Service, то есть вот это, как мы делаем это. А дальше уже разработка, внедрение рекомендательной системы в случае возникновения внештатных ситуаций, как, например, водитель где-то задержался, что нам делать, да, либо другую машину, водитель сломался, что нам делать, вызывать эвакуатор, либо вызывать манипулятор и забирать брус водителя до завода. И потом, ну это, конечно, задел на будущее, это разработка внедрения машинного обучения для облегчения формирования рейскомплектов, то есть мы загружаем все успешные рейскомплекты, которые были у вас, сохранились в архивах, например, за полгода, алгоритм это все высчитывает и рекомендует какой-нибудь удачный рейскомплект. То есть это, в принципе, может очень сильно сократить ручной труд на данном этапе. Наша команда, кстати, вот интересный момент, что мы собрались в рамках вот этого хепатона, то есть еще несколько дней назад мы друг друга не знали вообще, вот, то есть мы не являлись теперь этой командой, и мы познакомились на митапе, и потом еще нашли вот по интернету в чате еще, в общем, кадры мощные, вот, и смогли это сделать. Смотрите, Павел у нас работает отдельно, он сможет сотрудничать только как консультант, либо как внештатный разработчик. Мы с Андреем можем рассмотреть какие-то варианты решения, которые вас будут устраивать. А Николай у нас просто видео, мы хотим выложить в интернет наше обсуждение. Да, ну, к сожалению, он... Ну, я не могу рассмотреть разные предложения, то есть можно прокомментировать, просто я общался с девушкой, забивал кадр, заявление, в общем-то, она сказала, что, ну, в основном, конечно, пик ищет, ну, студентов, как бы, что-то такое, то есть, ну, вот, мне она прям вообще ничего не предложила, даже мысли на тему не разговаривали, то есть мы как раз говорили больше о нашем проекте, там, да, какие-то она, у вас свои там мысли на то, что-то, у нас даже по софт-вечеру не было с этой дискуссии, на самом деле. Но если что-то будет, естественно, я рассматриваю, как бы, любые варианты. Спасибо вам огромное, а если честно, я еще не видела, какой фидбэк, очень детальный, очень подробный, спасибо, ребята. Спасибо вам. Спасибо.